Дорогие друзья, братья и сестры, мир вам! Сегодня мы на вечернем собрании Церковь Свет Миру. Мы здесь на поклонении нашему Господу. Сегодня я перед началом, перед молитвой прочитаю место из Священного Писания. Мы начали послание к Колоссянам. Я несколько стихов прочитаю из книги Колоссян. Послание к Колоссянам, 2 глава, 20 стиха. Здесь так написано. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего же вы, живущие в мире, держитесь постановления, не прикасаясь, не вкуша, не дотрагивайся? Все это и сливает из употребления по заповедям и учениям человеческому. Это имеет только вид мудрости. Если же вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесной Бога, а горнем помышляйте, а не о земном. Ибо мы умерли, и жизнь ваша сокрыта во Христе, со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Вот такое вот прекрасное обетование мы имеем из Священного Писания, о том, что мы должны помышлять о Господе, работать над тем, чтобы наши духовные взаимоотношения росли вместе с Ним, а все, что мирское, для этого мы умерли. А наша настоящая духовная жизнь сокрыта со Христом в Боге. Мы ожидаем Его. Он есть жизнь наша. Он явится во славе. Помолимся. Отец Небесный, мы так благодарны Тебе за то, что сегодня могли еще раз рассуждать о той жертве, которую Ты принес, для того, чтобы прославить Отца, для того, чтобы прославить Того, Кто послал Тебя на эту землю, благодарны Тебе, что и в этом Ты усмотрел искупление всего рода человеческого. Ради всех достаточно Твоей крови для того, чтобы искупить абсолютно всех. И как жалко, что этой пролитой кровью пользуются не все. Она способна очистить всякий грех всякого человека. И Тебе, как Отцу Небесному, очень жалко смотреть, когда люди не выбирают Тебя. Поэтому помоги нам помнить, что наша жизнь сокрыта в Тебе. И всякое наше духовное начало, оно в Тебе. И сегодня, когда мы будем рассуждать о Священном Писании, когда мы будем открывать его и преломлять его в себе, помоги нам видеть образ Христов. И в Него превращаться. Видеть Христа еще лучше каждый день нашей жизни, отображая Его образ в нашей жизни каждый день. Будь возвеличен и прославлен в нас. И помоги нам поклониться Тебе в этом служении, в Духе и в истине. Будь возвеличен и прославлен. Аминь. Мы поклонимся вместе. Господи, зову Тебя, Голос мой услышь, когда Тебе взываю я. Господи, зову Тебя, Скорей приди, к Тебе я взываю. Голос мой услышь, когда Тебе взываю я. Да, будет молитва моя для Тебя, Благопоние и жертвы вечерней. Пусть будет молитва моя. Да, будет молитва моя для Тебя, Благопоние и жертвы вечерней. Пусть будет молитва моя. Глаза мои устремлены к Тебе, Тебе, Господь, спасенье мое. Не дай попасть в рамканы мне, От зла храни меня. Глаза мои устремлены к Тебе, Тебе, Господь, спасенье мое. Не дай попасть в рамканы мне, От зла храни меня. Да, будет молитва моя для Тебя, Благопоние и жертвы вечерней. Пусть будет молитва моя. Да, будет молитва моя для Тебя, Благопоние и жертвы вечерней. Пусть будет молитва моя. Молитва моя. Иисус, да имя сладко мне, Покой и радость в Тебе в душе. Люблю твердить Его везде, То имя Иисуса. Иисус, Тебе хвала, Неизменный навсегда. Славьте, славьте все уста, То имя Иисуса. Страдальцам сладкое имя то, Покраду мир дает оно, Любовью Божьей полно, То имя Иисуса. Иисус, Тебе хвала, Неизменный навсегда. Славьте, славьте все уста, То имя Иисуса. Нет слов, что Он выразить вполне, Как дорого то имя мне, Расславлю в пламенной хвале, То имя Иисуса. Иисуса, Иисус, Тебе хвала, Неизменный навсегда. Славьте, славьте все уста, То имя Иисуса. Иисус, Тебе хвала, Неизменный навсегда. Славьте, славьте все уста, То имя Иисуса. Братья и сестры, мир вам! Славьте, славьте все уста, Иисус неизменный навсегда. Действительно, Как сладкое имя, То тем, Кто имеет его в своем сердце. Правда, братья и сестры? Слава Господу! Вы знаете, в этот вечер Я хотел бы Вместе с вами поделиться Словом Божьим И немножко поразмышлять Над одной очень важной темой. Это качество нашего Господа. Вы знаете, Все, что связано, Писание говорит, Все Писание Бога вдохновенно, Оно все полезно. Но есть иногда те качества Господа, О которых мы очень мало Задумываемся. Но вы знаете, Этим качеством мы живем. Вы, наверное, спросите, Какое же это качество Господа, Которым мы живем? Братья и сестры, Я скажу вам, Какое это качество. Это его милость. Бог своей милостью ежедневно, Братья и сестры, Я неоднократно говорил уже И еще раз хочу повторить о том, Что мы все дышим, Живем, движемся. Все то, что мы имеем, Это наше здоровье. То, что мы обладаем, Наши дома, наши работы, Это все благодаря милости Божьей. И вы знаете, Я хотел бы немножко, Как вступление, Может, это будет Несколько проповедей, Несколько, может быть, вечеров, Когда Бог поможет Каждому из нас Заглянуть глубже. Что же такое милость Божья? Какое это такое качество, О котором мы, может быть, Мало размышляем. Мы говорим, что это милость Божья, Но не вдумываемся о том, Что это стоило Богу. Как это так? Бог превознес милость свою Над судом, Писание говорит. И вы знаете, Один проповедник Сказал такие слова, Что если мы говорим, Что Бог справедлив, То это неправильно. Потому что по справедливости Божьей Мы все должны были быть наказаны. Но только благодаря тому, Что Бог превознес милость свою, Он милует, Братья и сестры, Мы имеем надежду. Благодаря тому, Что Бог милует, Мы живем, Мы движемся, Мы существуем. Поэтому сегодня, В этот вечер, Братья и сестры, Я хотел бы для начала, Чтобы все мы вместе Открыли Псалом 117. Я прочту весь этот Псалом И несколько мыслей Я потом приложу, И мы будем над этим молиться. Псалом 117. Написаны такие слова. Славьте Господа, Ибо Он благ, Ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Израилев, Ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Ааронов, Ибо вовек милость Его. Да скажет ныне боящийся Господа, Ибо вовек милость Его. Из тесноты возвал я Господу И услышал меня. И на пространное место Вывел меня Господь. Господь за меня не устрашусь, Что сделает мне человек? Господь мне помощник, Буду смотреть на врагов моих. Лучше уповать на Господа, Нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, Нежели надеяться на князей. Все народы окружили меня, Но именем Господним Я не зложил их. Обступили меня, Окружили меня, Но именем Господним Я не зложил их. Окружили меня, Как пчелы и угасли, как огонь в терне. Именем Господним я низложил их. Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. Господь – сила моя и песнь. Он соделался моим спасением. Глаз радости и спасения в жилищах праведников. Десница Господня творит силу. Десница Господня высока. Десница Господня творит силу. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня. Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа. Вот врата Господа праведные войдут в них. Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, соделался главой угла. Это от Господа. И есть дивно в очах наших. Сей день сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся воный. О, Господи, спаси же! О, Господи, спаспешиствуй же! Благословим грядущего имя Господне! Благословляем вас из дома Господня! Бог, Господь, и осиял нас. Вяжите вервями жертву, ведите к рогам жертвенника. Ты, Бог мой, буду славить Тебя. Ты, Бог мой, буду превозносить Тебя. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Аминь. Вы знаете, братья и сестры, тема милость Божья, которая присуща только Господу. Не каждый из нас здесь когда-то в своей жизни испытал, может быть, то, что какой-то человек оказал милость вам. Вы знаете, может быть, были такие случаи, когда к вам кто-то, как к разбойнику на дороге. Вы помните притчу, которую рассказал Христос о человеке, идущем из Иерусалима Верихон? И вы знаете, одно из слов, которые там сказал, когда ближний подошел и оказал милость ему. И когда Христос сказал этому молодому человеку, иди и поступай так же. Вы, наверное, вспомните все те моменты в вашей жизни, когда кто-то вам оказал милость. Дорогие мои братья и сестры, милость, оказанная человеком, человеку, это не та милость, которую Бог оказывает нам ежедневно. Хотел бы вас спросить всех, как вы думаете, насколько милость Божья велика по отношению к каждому из нас? Вы знаете, ее сравнивают с тем, какова наша Вселенная. А вы представляете себе хотя бы на минутку, может быть, где-то вы слышали, читали, насколько велика наша Вселенная. Ученые говорят и измерили границы Вселенной, так как они это себе представляют. Говорят, что границы Вселенной нашей – это нужно 156 миллиардов световых лет. Но чтобы вы себе представили, что такое один световой год, это нужно двигаться 300 тысяч километров в секунду, и так нужно двигаться целый год наш земной. И там выходят баснословные цифры. Это за триллионы лет нам нужно двигаться, чтобы добраться до края нашей Вселенной. А вы знаете, Писание говорит, что Господь нашу Вселенную держит в чем? В руках своих. Настолько милость Его высока по отношению к каждому из нас. Следующее, что хотел бы привести вам, братья и сестры, на память. Вы это все прекрасно знаете. Вы помните момент, когда Господь обратился к Моисею? Когда Господь обратился к Моисею, я хочу прочитать эти стихи. Записаны они в исход, 34 глава, 6 и 8 стих. «И прошел Господь пред лице его и возгласил, Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу». Когда Господь открывается Моисею, говорит о том, что, братья и сестры, что милость его простирается до тысячи родов. А наказывает он только до четвертого рода. Хочу показать вам, насколько милость Божья велика по отношению к тому, что если даже учитывая то, что род человеческий – это 40 лет, то умножьте, братья и сестры, эту цифру тысячу родов на 40 лет, получится 40 тысяч лет. А наказывает Господь только 160 лет. Не правда ли нам есть за что славить Господа? Бог, который милует, который открывает и который показывает нам, насколько Он велик. это Бог, который Бог милующий. Следующее, что хотел бы, братья и сестры, прочитать, это Псалом 102, 11 стих, говорит такие слова. «Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его». Псалом 107, 5 стих говорит, «Ибо превыше небес милость Твоя, и до облаков истина Твоя». Не знаю, насколько вы представляете себе эти высоты, но говорят, что атмосфера земли заканчивается на высоте от двух тысяч, это трех тысяч километров от нашей земли. А облака движутся на высоте где-то пять тысяч метров, шесть тысяч метров. Бог говорит, что насколько небеса выше облаков, высоко небо над землею, и превыше небес милость Твоя, и до облаков истина Твоя, то представьте себе, насколько велика эта разница в пятьсот раз. Когда мы представляем себе, что милость Божья к нам обращена на каждый день, то мы себе можем представить, мы можем сказать, неужели Бог милует только тех, кто боится Его, тот, кто сердце предано Ему, как мы прочитали в этом стихах, когда милость свою Он являет боящимся Его. Вы знаете, утром было на служении, в проповеди сказано о том, что Бог являет милость Свою, и Бог проявляет милость Свою по отношению не только к тем, которые боятся Его, которые хранят Его в своем сердце, но Бог милость Свою простирает и на тех, кто не знает Его, ибо дождь Он посылает на праведных и неправедных, солнце всходит над теми и другими, Евангелие от Луки, 6 глава, 35 и 36 стих говорят такие слова. «Бог благ и к неблагодарным, и злым». Вы знаете, это великая милость Божья к тому, что только один милостивый Бог может сохранить доброе расположение и к тем, кто знает Его, и кто не знает Его. Исайя, 54 глава, 10 стих, написаны такие слова. «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость Моя не отступит от Тебя. И завет мира Моего не поколеблется, говорит милующий Тебя Господь». Братья и сестры, это все описание, возвышенное описание того, насколько Бог милует каждого из нас. Вы знаете, мы, может быть, своим земным восприятием мы никогда не постигнем того, что Господь каждого из нас на протяжении дня, на протяжении дня, и опять повторю, на протяжении ежедневно, каждого дня, когда мы проживаем своей жизни, изо дня в день, из года в год, столько лет, сколько мы живем, мы себе представить не можем, сколько раз Господь милует. Сколько раз Господь проявляет милость Свою по отношению к каждому из нас. И если каждый из нас, согрешая, ложится спать, в молитве склоняясь пред Господом, прося прощения, вы знаете, и в этом милость Его. Потому что изо дня в день нас, где-то неблагодарных, где-то Писание говорит в жестоких своих сердцах, жестоковыенных, где-то Господу так тяжело повернуть нам шею, для того, чтобы мы следовали правильным путем. Или, может быть, где-то, чтобы отвратить нас от каких-то наших плохих поступков, изо дня в день, Бог стараясь, но все-таки милость Его обновляется к нам каждое утро. Спержин когда-то сказал по отношению к стиху из Исаия 54 глава, он когда-то сказал такие слова. «Вулканические силы сдвигают холмы, но нет такой силы, которая могла бы сдвинуть нашего Бога. Ничто ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем не способно побудить нашего Господа отнестись ко всем нам недружелюбно». Следующий стих, который хотел бы прочитать, братья и сестры, записан в Яково 2 глава 13 стихом. «Ибо суд без милости не оказавшему милости, милость превозносится над судом». Каждый из нас, братья и сестры, придя в этот мир, мы уже унаследовали природу от Адама. И по своей природе все мы знаем, что мы грешные. И вы помните, и все прекрасно знаете о том, что наказание за грех – смерть. Писание говорит, что Бог по исполнению времени послал Своего Сына. И мы сегодня все были свидетелями той жертве, которую Сын Его принес на Голгофском кресте для каждого из нас. Вы знаете, милость Отца даже не вполне сильна описать ту милость, которую Господь оказывает каждому из нас. Потому что родительская милость, она подвержена гневу. Родительская милость иногда, она, гнев, затмевает иногда родительскую милость. И мы по своим родительским чувствам, да, где-то вспыхнул гнев за какое-то непослушание или неповиновение, мы сразу наказываем. А когда уже наказали, то где-то внутри мучает и сердце, и мы не можем, мы ищем себе место. Но вы знаете, то, что каждый из нас заслужил, Бог милостью Своею покрывает. Мы не можем даже представить себе, насколько Бог покрывает. Вспомните пророка Иону. Что Иона сказал Господу? Бог сказал в этом городе 120 тысяч людей, которые не могут отличить левой руки от правой. И мне ли не пожалеть? Иона сказал, «Я знал. Я знал, что ты, Бог, многомилостивый. Братья и сестры, если Бог по своей милости милует целый город». Вспомните случай, сегодня уже было упомянуто об случае, когда Моисей гнев Господа воспылал на израильский народ, когда они плясали вокруг идолок, вокруг тельца золотого. И вы вспомните, как Моисей ходатайствовал об них по милости Твоей. Прости им этот грех. И вы знаете, там сказаны такие слова. «И сделал Господь по слову Его». Что же нам людям, как мы, как люди, можем воздать Богу, даже вот обращая вот на эти все стихи, которые я прочитал, что мы можем сказать нашему Господу? Братья и сестры, это не все стихи, которые говорят о милости Божьей. По милости Божьей мы будем и дальше смотреть на то, как проявляется Божья милость в повседневности, в каждом из нас проявляется. Как милость Божья проявляется в природе. Как милость Божья проявилась и в жертве Иисуса. Как милость Божья проявится в Иисусе, где в послании к евреям Христос говорит «Я буду по милости Твоей». Тем первосвященникам, который входит во святое и святых. Мы посмотрим, как Бог призывает каждого из нас оказывать милость друг другу. Но что можем мы, братья и сестры, в наших делах в нашей жизни, вы знаете, мне кажется, что мы можем только одно – воздать славу Господу. Мы можем только Его прославить за то, что Бог каждому из нас незаслуженно проявляет свою милость изо дня в день. Поэтому хотелось бы каждому из нас положить на сердце чувство благодарности Господу. Чувство, когда мы можем, братья и сестры, не стесняясь, сказать Господу слава, потому что Он достоин этой славы. Он превознес милость Свою и милует каждого из нас ежедневно. милует нас не только братья и сестры тогда, когда мы добрые, но Он милует нас особенно тогда, когда мы даже совершаем те поступки, которые, может быть, отвратили бы лицо Господа. Те поступки, которые хотелось бы наказать в эту же минуту, в эту же секунду, но Он не наказывает только потому, что Он милующий. Он накажет. И Писание говорит, что Он не может не наказать, но наказание Его – это благо для нас, потому что Он наказывает нас, как своих детей. И вы знаете, в жизни может быть тот, кого Господь не наказывает, может быть в своей вульгарности, в своем таком попустительстве души, когда мы, может быть, думаем, что когда-то мы что-то делаем, что не угодно Господу, и нам это кажется, что как будто сходит с рук, то хотел бы таковым сказать, братья и сестры, это не сходит вам с рук, это Господь милует вас. Милует вас до того момента, когда вы осознайте, вы осознайте ту Божью руку в вашей жизни, и вы обратитесь и склонитесь к Нему в молитве покаяния. в молитве может быть благодарности Господу за то, что не каждый день я обращал внимание на то, что Бог, то, что я открываю глаза, то, что стучит в мое сердце, то, что я поехал на работу сегодня, то, что Бог дает здоровье, это милость Божья. И хотел бы, братья и сестры, мы поем здесь у нас в церкви, мы поем очень красивый один псалом. И наверняка каждый из вас знает его. Я хотел бы просто прочитать его, не знаю, если вы вдумывались, слова, которые мы поем, но хотел бы его просто прочитать для того, чтобы каждый из нас, когда мы будем петь его в будущем, просто, чтобы мы понимали о том, насколько милость Божья неотъемлемая часть в нашей жизни. Это сущность Бога, но это то, чем мы живем, чем мы дышим и чем мы движемся. От погибели спасла меня милость Божья, в день отчаяния нашла меня милость Божья, то, что я еще живу, то, что Господу служу, это милость Божья, что грехи мои он смыл, это милость Божья, и свой Дух Святой излил, это милость Божья, то, что вера мне дана и ведет меня она, это милость Божья, вновь и вновь благодарю эту милость Божью и желанием горю славить милость Божью, эту бездну доброты, эту силу чистоты, эту милость Божью, все однажды здесь пройдет, даже милость Божья, от земли Бог заберет свою милость Божью, там, где место для святых будет вечно им святить, это милость Божья, от погибели меня спасла милость Божья, в день отчаяния нашла меня милость Божья, то, что я еще живу, то, что Господу служу, это милость Божья, это милость Божья, поэтому братья и сестры в своих молитвах, в своих потаенных комнатах, когда преклоняйте колени, и даже тогда, когда вам тяжело, как мы прочитали в 117 Псалме, псалмопевец Давид, когда его окружили беды, теснота, когда его толкали для того, чтобы он упал, говорит, это милость Божья, ты Бог мой, буду славить тебя, ты Бог мой, буду превозносить тебя, славьте Господа, ибо он благ, ибо вовек милость его, аминь. Давайте, братья и сестры, встанем, и кого Господь положил на сердце, слова молитвы, обратимся к Нему и прославим его за то, что Бог милует нас, и милость свою являет к нам ежедневно, аминь. слава тебе, Господь. Тебя славлю, Отец, потому что ты достоин славы. Радуюсь тому, что осознаю то, что ты видишь меня таким, какой я есть. Ты видишь каждого из нас, Господи, такие, какие мы есть, и нам нечего от тебя скрыть. Отец, прими славу и благодарность в этот вечер из моих уст, из уст братьев и сестер в молитвах громких и тихих, которые возносятся к тебе за то, что ты милуешь каждого из нас. Я славлю тебя, потому что ты есть Бог любящий, милующий. И ты когда-то сказал Моисею, что ты милуешь до тысячи родов, Господи, а наказываешь только до четвертого. За вину отцов, Господи, но иногда нужно наказание каждому из нас для того, чтобы мы поправляли наши светильники, чтобы мы поправляли наши пути, Господи, чтобы мы задумывались над тем, что мы делаем. И в этом ты проявляешь милость свою. Я славлю твое святое имя за каждый прожитый день и вижу твою руку, Господи, изо дня в день в своей жизни, в жизни моей семьи. Господи, ты слышишь молитвы братьев и сестер, которые взывают к тебе, и они также видят твою руку. Прошу тебя, чтобы ты простил, Господи, меня, когда я не всегда был благодарным тебе за то, что ты миловал, Господи, изо дня в день. И милость твоя проявлялась, Господи, в том, что ты хранил и в дорогах, и на работе, в том, что ты благословил, Господи, изо дня в день, Господи, по милости твоей мы имеем хлеб на столе нашем. За то, Господи, что изо дня в день ты посылаешь каждому из нас все необходимое для жизни. Господи, ты даешь нам на каждый день, Господи, дыхание. По милости твоей мы открываем глаза, Господи, и видим свет этого дня, и в этом милость твоя. Господи, я радуюсь тому, что милость твою никто не может отнять от каждого из нас. Господи, я славлю тебя и превозношу имя твое, и прошу тебя, пожалуйста, чтобы ты в милости своей, Господи, каждого из нас хранил в своих руках. Господи, прошу твоего благословения на каждое сердце для того, чтобы мы были верными тебе. Прошу Господи, чтобы ты дал каждому из нас благодарное сердце славить тебя за милость, которую ты являешь к нам. Ведь каждый из нас достоин был смерти. Господи, и только в милости твоей, в милости, которую ты явил в сыне твоем, о нашем Господе Иисусе мы взываем к тебе, как дети твои. Славлю тебя, прими Господи славу из каждого сердца, из каждых уст. Господи, будь ты прославлен и возвеличен, ибо достойно имя Твое за все те милости, которые ты являешь каждому из нас. Да славится имя Твое во веки веков. Поклоняемся перед Тобою. Аллилуйя тебе во веки. Аминь. У нас есть возможность поучаствовать через свидетельство и музыкальную часть. Знаю, что Саша подготовил несколько произведений, мы начнем с него. Если у вас есть желание поучаствовать, есть свидетельство, молитвенная нужда, вы хотите исполнить что-то музыкальное или через стихотворение, дайте, пожалуйста, знать ведущему. Саша послужит Господу. Саша 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 поет вот порой через воды он ведет и стража меня труды но встречаю длинный ряд невзгод но везде его следы иисус мой спаситель радость не дает восполняет нужды днем шансе дома и скоро он придет опять с небес и возьмет меня себе с ним войну я светлый мир чудес царствовать на высоте иисус мой спасите радость не даёт восполняют нужды днем душа всегда поет иисус мой спасите радость не дает восполняет нужды днем душа всегда поет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы облагодетельствованы возлюбленному, то есть в Иисусе Христе. Я вот смотрю на той дар, который вам Господь дал, и радуюсь за вас. Может быть, немного даже завидую, хотя завидовать, наверное, вредно. Но слава Богу, что ваша церковь имеет такое прекрасное здание, и вы можете отдыхать как духовно, так и физически. Это тоже большое благо, братья и сестры. Я за 22 года служения, мы проходили, были в ренте, много попробовали, пока не купили свой молитвенный дом, потом делали реконструкцию. И это очень много-много труда. Но Господь вас благословил. И еще одно чувство, которое возникает иногда. Я вот даже не знаю, могу ли я вам это сказать. Вы обидчивы или нет? Вы знаете, я иногда думаю, я обычно вечером прохожу к вам, вот восхищение уже было или еще будет? Ну, я вам хочу сказать, что я тоже за 22 года служения иногда в церкви задавал, в своей церкви задавал этот вопрос. Вы знаете, за годы служения было очень много переживаний. И вот старые эмигранты здесь, особенно если вы знакомы с Джорджем Давидюком, они поют такой псалон. Вы знаете, особенно у служителей очень много переживаний. И когда вы нибудь поговорите со своими пастырями, они вам об этом расскажут. И я приехал сюда из большой церкви, это город Луцк. У нас больше тысячи членов церкви было, а надо начинать церковь было с нуля. И думаю, что же делать? Куда я попал? И я просто вспомнил один псалон, который пели старые эмигранты. Ну, они спевали на украинской мове, но я думаю, я вам деколька слев скажу, может, вы чули этот псалон. На колинах все краще. И вы знаете, там поется о том, что проповедник один и шел на служение, и в душе переживал. Тобто по-украински сумывал. Ну, там были причины, я не буду о ней говорить, почему он сумывал, но все-таки там как бы заключение или припев на колинах все краще. Хочу сказать вам, братья и сестры, что так строится церковь. Церковь строится на колинах. Я не знаю, как вы это понимаете, но это так. Я хочу предложить вам сегодня место и Слово Божие. Это послание апостола Павла Колоссяна. Я прочитаю вот с первой главы, и с 12 стиха мы прочитаем. Благодаря Богу и Отцу, призвавши вас к участию и наследию святых во свете, избавивши вас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господствовали, начальство, власти ли, все им для него создано. И он есть прежде всего, все им стоит. И он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота». Друзья мои дорогие, я хотел бы сегодня акцентировать наше внимание, акцентировать наше внимание на церковь как тело Христово и Иисуса Христа как главу церкви. Но тема моей проповеди сегодня, она называется «Крещение Духом Святым». Вы знаете, я хотел бы, может быть, несколько таких мыслей поделиться с вами ими, которые, я считаю, очень важны для нас, для нашей духовной жизни, для нашего понимания. Почему мы должны проповедовать об учении о Духе Святом, братья и сестры, в наших церквях? Вы знаете, наверное, вот разная деминация по-своему подходит к этому вопросу. И некоторые, знаете, больше акцентируют внимание на этом вопросе, некоторые не говорят. Но иногда бывает так, знаете, как апостолы пришли и спрашивают, приняли ли вы Духа Святого, уверовавши? А те люди, которые действительно уверовали в Господа Иисуса Христа, они сказали, мы даже не слышали о Духе Святом. Поэтому, может быть, это первая причина, почему мы должны говорить о Духе Святом или проповедовать учение о Духе Святом. Вторая причина, друзья мои, она состоит в том, я немножко буду утрировать этот вопрос, но я думаю, вы меня поймете. Вы знаете, наша духовная жизнь, это наше, как я когда-то говорил у вас, это наше взаимоотношение с Богом, Отцом Богом, Сыном и Богом Духом Святым. Наши взаимоотношения. И, естественно, в нашей духовной жизни есть моменты, когда Слово Божие, то есть Святое Писание нас научает, чтобы мы прикладывали усилия. И иногда вот эти усилия есть условия для того, чтобы нам, например, исполниться Духом Святым. И оно как бы связано одно с другим. Но иногда мы столько внимания акцентируем в наших проповедях именно на сторону суто-человеческую, что забываем о той важности, и я не могу сказать процентам в отношении, потому что в этом нет формулы. То есть в том духовном действии, которое совершает Дух Святой, Господь Духом Святым в наших сердцах. Вы меня простите, я проповедую из украинского, сразу перевожу на русский. Я более привык формировать свои мысли на украинском языке. Вы меня простите. Поэтому нам нужно как-то, знаете, гармония. Знаете, иногда бывает, что мы слушаем хорошую проповедь. Вот, например, морально-нравственное учение нашего Господа Иисуса Христа – это прекрасное учение. Я думаю, вы помните, что многие люди, оно их восхищало. Вот великий русский писатель, вот Леон Толстой, он восхищался морально-нравственным учением Господа Иисуса Христа. И, вы знаете, вокруг него образовалось целое такое кольцо единомышленников. И вот даже они вошли в историю, даже, я думаю, что история, я не знаю, в истории христианства, не помню об этом говорится, как оно вошло в историю, это движение как толстовщина. То есть, вы знаете, оно захватывало его, это учение, но, как учение, но, братья и сестры, он не понимал и не мог объяснить, и не понимал, каким образом это учение может стать реальностью в нашей духовной жизни. Каким образом? Он не понимал духовность стороны этого учения. Вот это еще может быть одна причина, почему мы сегодня должны проповедовать учение о Духе Святом. Ну, третье, может быть, я хотел бы так очень коротко напомнить, о том, что, вы знаете, мы иногда, Дух Святой, все-таки мы должны всегда помнить это личность. И апостол Павел нам иногда как бы должен напомнить, что мы храм Божий, и Дух Божий живет в нас. И мы можем сказать, что мы не одни. Правда так? Мы не одни, братья и сестры. Но мы иногда это забываем. Вы знаете, мы иногда слышим вот это учение, прекрасное учение. И то, что мы делаем, мы начинаем прикладывать усилия свои человеческие, не совсем понимая, то, каким образом вот эти истины должны стать реальностью нашей или выражением нашего практической жизни, духовной жизни. Не совсем понимаем. И в нас хорошее побуждение, но мы ничего не достигаем, братья и сестры. Вот есть верующие люди, которые, вы знаете, ну, сердце их наполнило такими хорошими побуждениями. И вот морально-нравственное учение Господа Иисуса Христа, я для примера говорю, оно прекрасное учение. Сегодня люди тянутся к нему. Даже неверующие люди видят в этом большое благо сегодня для этого мира, который, знаете, пограждает безнравственности. И также вот Лев Толстой, но у него была проблема. Он не понимал, каким образом. Для того, чтобы морально-нравственное учение ивановское, христианское стало нашим достоянием, нам нужно родиться свыше. Правда, братья и сестры? Да. И еще некоторый вопрос. Братья и сестры, мы... И еще один момент. Знаете, мы в отношении Духа Святого мы иногда угощаем Дух Святой. Правда? То есть, вы знаете, Дух Святой нас всегда к чему-то побуждает. и может быть, вот уместно сказать об этом месте о послании апостол План к филиппийцам, что он вызывает нам желание и действие по своему благоволению. Господь, Духом Святым, братья и сестры. И мы иногда, вы знаете, угощаем вот то, что у нас Господь. А иногда мы даже оскорбляем Духа Святого. Оскорбляем. И мы не совсем понимаем, в чем суть оскорбления или в чем суть угощения. И для этого нам нужно проповедовать учение о Духе Святом, чтобы мы могли это понимать, чтобы мы не грешили, братья и сестры. И это важно для нашей духовной христианской жизни. Знаете, я вам хочу сказать, что мы не всегда можем квалифицировать то, что делает Дух Святой. Но все одно Он нас это совершает, братья и сестры. Знаете, моя бабушка, она была неграмотная, она как писала письмо, то в конце письма, то как крапку ставила. Но она была глубоким верующим человеком, в котором жил Дух Святой. И я много благодарен ей, что через нее, по сути, я держался Господа, когда учился и когда был студентом. И она имела на меня очень большое влияние. Она не могла мне рассказать, что такое крещение Духом Святым. Не могла. Или как исполняться Духом Святым. Но она исполнялась Духом Святым, друзья мои дорогие. И, наверное, важно понимать и важно знать для того, чтобы нам, все-таки верующим людям, которые практикуют духовную жизнь, мы могли иметь вот эту духовную практику. Поэтому я перейду, может быть, это такое маленькое отступление или вступление. А теперь давайте мы перейдем к теме нашего сегодняшнего проповедия. Вы знаете, вот Слово Божие нам дает понятие о церкви. И мы говорим, например, наверное, вас, кто-то готовится к крещению или будет готовиться, я обычно всегда проводил одну беседу на тему, что такое церковь для крещаемых. И, вы знаете, мы говорим о том, что церковь, я так только коротко напомню, что церковь, это есть невеста Христа, правда, вы это знаете. Дальше мы говорим, что церковь, есть паства Христа. Знаете, вот это интересно, наверное, у меня, где я живу, там пять акров земли, и у меня восьмеро овец. И у меня, знаете, один старый человек, я вообще-то не сельский такой, но он, там травы много, он говорит, заведи себе овец, и они тебя будут косить эту траву. А потом он научил меня, как их звать. Он говорит, скажи, возьми вот несколько кусков хлеба, и скажи, базя, базя. Ну, я так и сделал. Взял там хлеба, пошел, говорю, базя, базя. Они сразу ко мне пролетели, эти овцы, потому что они хотят кушать. И вы знаете, они так ко мне привыкли, что я вот, они где-то там далеко, но я так и скажу, базя, базя. Если они услышат, они сразу бегут, братья и сестры. Знаете, родилась одна маленькая овечка, она заболела. Я не знал, что это. Это старый человек меня научил, как ее вылечить. Я ее начал лечить и вылечил. Ну, маленькая такая, маленькая. Она так привязалась ко мне, вот ходит за мной, я хожу по двору, и она за мной ходит. Ну, не отстает. Знаете, братья и сестры, у нас есть добрый пастор, наш Господь Иисус Христов, и лечит нас, и кормит нас. Правда? Церковь – это храм Божий, и мы, как живые камни, устрояем в себя дом духовный, священство святое. Вот еще одно понятие церкви, и вы знаете, много в мире прекрасных храмов, но я вот не знаю, когда мы осознаем до конца, что самым прекрасным храмом, который устрояет наш Господь Иисус Христов, Духом Святым, является церковь нашего Господа Иисуса Христа из живых камней, братья и сестры. Я помню, может быть, вы помните, я думаю, что все, кто живет в Калифорнии, вы помните, что вот в Лос-Анджелесе есть хрустальная церковь или храм хрустальный, может быть, видели или бывали, я как-то ездил, завязал, там смотрел. И вы знаете, что интересно, как он устроен? Это прекрасный храм, но мне кажется, что церковь будет прекраснее, вот несмотря на те все переживания, которые имел апостол Павел по отношению к церкви. Где-то его принимали, где-то не принимали, где-то не очень принимали, но вы знаете, он и всех любил, и вся его жизнь была посвящена проповеди Слова Божия и церкви. И вы знаете, вот как устроена эта хрустальная церковь? То, что можно заметить, вы знаете, там есть такой генеральный план из-за будовы строительства, и участь каждого члена церкви. Вот там она устроена так, там металлический каркас сделан, и на этом металлическом каркасе уже прикручены вот эти хрустальные плитки. Но что интересно, что каждый член церкви, он должен был купить эту, насколько мне рассказывали, там экскурсовод, сейчас ее продали там кому-то, эту церковь, я не совсем в курсе, это было давно, где-то лет 10 назад. Но что интересно, вот они рассказывают, что каждый член церкви должен был купить вот эту хрустальную плитку, она сколько там стоит, я уже не помню, или 5 тысяч долларов, или 2 тысячи долларов, я не помню. Ну, неважно. Но каждый член церкви должен купить эту плитку, на этой плитке писали его имя и прикрепляли там где-то, ну, где надо было, знаете, как строительство, где надо, там его закрепляли. Ну, кому как попало, кому кто-то там на солнышке, кто-то в теньке, знаете, ну, и вы знаете, что интересно, вот там вот, я когда смотрел на эту церковь, я там находил много таких духовных прообразов, братья и сестры. Сегодня мы с вами поговорим церковь, как тело Христова. Знаете, мы говорим, что церковь, это тело Христова, это живой организм, живой организм. Но, друзья мои, мы никогда не поймем, какие духовные процессы совершаются в теле Христовом, если мы не будем крещены Духом Святым. Я еще раз хочу повторить, мы никогда не поймем, какие духовные процессы совершаются в теле Христовом, если мы не будем крещены Духом Святым. Вы знаете, вот, ну, наверное, те люди, которые, может быть, иногда заходят в церковь, они думают, что это организация, потому что есть пастор, есть какая-то команда служителей, есть там деньги собирает или что-то там еще делает, вот это организация. Но, знаете, я помню как-то еще на Украине мы крысили как-то в один год где-то человек 50 и там был один братик, он пришел из мира, из очень неблагополучной семьи. Родители пили водку его и он был студентом кстати института и я тогда готовил эту группу к хрещению и вы знаете, я вот никогда не забуду то, что когда он покаялся уверовал, покаялся вы знаете, его отношение к церкви вы знаете, он сначала так смотрел он очень такой ревизионный брат знаете, он всегда делает ревизию всему, что только встречается но был в его жизни один прекрасный момент когда он сказал что я люблю этих людей я раньше как-то к ним так относился но сегодня мое сердце наполнено любовью я хотел бы жить их жизнью, я хотел бы переживать то, что они переживают я хотел бы как-то и мое сердце открыто для этого я помню это друзья мои дорогие давайте мы сегодня может быть перейдем вот именно к теме крещения Духом Святым так как я сказал что если мы не будем крещены Духом Святым мы не поймем что такое церковь как тело Христова как живой организм я хотел бы прочитать вместе с вами одно место с словом Божьего которое записано в Евангелии от Матфея 3 глава и 11 стих я крещу вас водою покаяния но идущий за мной сильнее меня я не достоин понести обувь его он будет крестить вас Духом Святым и огнем я думаю вы помните вот не так давно как я был даже в вашей церкви помню когда вы праздновали крещение праздник крещения вот братья читали вам вот эти места я не знаю может быть вас кто-то проповедовал на тему что такое крещение Духом Святым но это слова Иоанна предтечи которые он сказал о нашем Господе Иисусе Христе и я хочу вам сказать что начиная с Матвея вот все евангелисты говорят то же самое вот например Марк это Ивангелис Марк 1 глава и 7 и проповедовал говоря идет за мной сильнейший меня которого я не достоин наклонившись развязать ремень обуви его я крестил вас водою а он будет крестить вас Духом Святым вы знаете если прочитывать всех евангелистов и Луки и Иоанна мы находим то же самое вот Иоанн говорил о Господе Иисусе Христе как о том кто будет крестить нас Духом Святым кто будет крестить Духом Святым хочу сказать братья и сестры я сегодня я вообще не люблю делать ревизию каким-то понятием но я думаю что когда мы читаем Слово Божие мы должны проходить к какому-то заключению которое основано на Библии основано на Священном Писании и вот первое что мы должны запомнить что тот кто крестит Духом Святым это есть наш Господь Иисус Христос аминь братья и сестры вы знаете иногда люди смущают нас я еще раз говорю я не хочу делать ревизии каким-то понятием я хотел бы сегодня суда обратить внимание на Слово на Священное Писание иногда они смущают иногда люди берут на себя ответственность крестить Духом Святым но друзья мои Слово Божие конкретно ясно говорит нам что тот кто крестит Духом Святым есть наш Господь Иисус Христос важно заметить вот некоторые моменты вот друзья мои ну первый момент это вообще что такое крещение и вот я тоже не буду много распространяться об этом но крещение это есть погружение если мы переводим из разных переводов или приобщение погружение по-украински у нас звучит слово приедлание приедлание приобщение я еще можно по-русски сказать погружение или приобщение вот может два яскрав таких очень значительных слова которые передают нам что такое крещение и вот апостол Иоанн он говорит об этом вернее Иоанн креститель он говорит об этом и говорит что тот кто будет нас крестить это наш Господь Иисус Христос хочу сказать что есть еще одно место это день святых апостолов это те слова которые уже сказал сам Господь Иисус Христос он говорит так это первая глава служения Иисуса Христа после воскресения вот этот это тот момент и собравихом повелело им не отлучайтесь от Иерусалима но ждите обещанного отца о чем вы слышали от меня ибо Иоанн крестил водою а вы будете через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым друзья мои о каком о каком времени идет речь я так забегаю вперед хочу сказать он говорил о дне пятидесятницы когда на церковь сойдет Дух Святого вернее даже день пятидесятницы вы знаете очень много богословий считают что это день рождения церкви день рождения церкви еще одно хочу сказать может быть очень важное вы знаете очень важно знать какие цели служения Духа Святого и вы знаете я уже не буду искать вот этих мест которые это подтверждают вам просто напомню вы знаете Иисус это слова Иисуса Христа когда он говорил что Дух Святой придет Дух утешитель и как лучше чтобы я ушел он говорил что он будет делать вот какие цели служения Духа Святого вот в церкви Христовой когда мы читаем я говорю не буду уже находить вот эти места это Евангелие от Иоанна там 14-15 раздел мы там находим что я только некоторые напомню что Дух Святой когда придет он скажет о суде о грехе о правде и о суде так мы читаем дальше Иисус Христов говорит что он напомнит все то что я вам говорил он возьмет от моего и вам возвестит и последнее может быть что важно заметить он прославит меня братья и сестры вы знаете вообще когда мы когда бы мы не имели какую-то тему о Духе Святом очень важно это помнить потому что знаете мы вот как мы как верующие люди как мы бываем ведомы каким образом ну во первых знаете мы ведомы Словом Божьим как мы говорим вот мы читаем Слово Божье у нас складываются какие-то понятия мы так живем по Слову Божьему поступаем дальше Духом Святым и третье может важно тоже сказать об этом это теми побуждениями которые у нас появляются как возрожденных людях чувствах этих которые мы уже обладаем как возрожденные люди но я хочу заметить очень важный момент друзья мои дорогие как бы мы не были ведомы наши шаги мы должны всегда сверять Словом Божьим друзья мои чтобы не ошибиться важно различать духов от Бога ли они поэтому все что делает Дух Святой оно согласовано Словом Божьим и не будет выходить за рамки Слова Божьим это очень важно для нас потому что знаете бывает иногда я помню когда-то на Флориде это где-то лет 14 назад появился какой-то проповедник он был какой-то шоу шоумен и он начал проповедовать Евангелие и вы знаете это я так читал некоторые заметки о том можно можно было понять что как бы в Америку пришло пробуждение очень многие люди ехали туда особенно вот пятидесятники и харизматы на то время знаете у нас же тоже иммигрантов своя история строения церкви в иммиграции братья и садов и вы знаете я так тоже прочитал там даже стоял так вопрос в газете я вот читал одну статью она говорит а че же вот пастора славяне не реагирует на это такое высокое божие явление но прошло некоторое время и этот человек заявил что Бог сказал ему чтобы он развелся с женой и он развелся с женой братья и сестры вы знаете чтобы нам не ошибиться как вы думаете мог Бог ему так сказать или кто ему там говорил нет и поэтому важно нам вот знать или понимать вот эту практику и так дальше и поэтому друзья мои дорогие вот что говорит Иисус Христос Иисус Христос говорит ибо Иоанн крестил водою а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым смотрите крещение Иоаннова было крещение в покаяние погружение в покаяние и мы может быть тоже можем задать вопрос чем он крестил Иоанн написано Иоанн крестил водою во что в покаяние вы знаете наверное нам сегодня также уместно задать вопрос вот крещение Духом Святым мы из тех текстов которые мы прочитали то нам становится ясно что тот кто будет нас погружать или крестить Духом Святым это наш Господь Иисус Христос и мы сегодня задаем вопрос вот кем он будет хрестить и сразу мы находим ответ Слове Божьем что Духом Святым если Иоанн крестил водою то Иисус Христос будет хрестить Духом Святым и вы знаете вот евангелистов мы не находим братья и сестры вот мы не находим евангелистов во что мы будем погружаться Духом Святым мы нигде не находим вы знаете есть разное разное по этому поводу толки но я не хотел бы на этом останавливаться друзья мои дорогие но в посланиях есть одно место которое очень ясно и конкретно говорит во что мы будем креститься Духом Святым это первое послание Коринфянам 12 глава и 12 стиха мы прочитаем ибо как тело одно но имеет многие члены все члены одного тела хотя их и много составляет одно тело так и Христос ибо все мы одним Духом крестились в одно тело иудеи или елины рабы или свободные все напоены одним Духом братья и сестры я думаю что мы всегда должны исследовать Слово Божие и Слово Божие знаете оно так просто ясно и откровенно нам пишет о том апостол Павел в послании Коринфянам пишет о том во что мы будем крещены Иисусом Христом кем Духом Святым во что мы будем погружены в тело Христова в тело Христова братья и сестры то есть в церковь и вы знаете я думаю что я уже говорил об этом может быть полтора несколько я думаю что и у вас было в вашей жизни когда вы еще не были верующими может быть приходили в церковь присматривались вот что там проповедуют и так далее но пришло время когда вы покаялись когда вы приняли Христа верою и когда вы действительно вот эта церковь вот эти люди стали для вас родными близкими и вы их полюбили вот это можно и сказать то действие которое мы называем крещением Духом Святым в тело Христова то есть погружение или присоединение к телу Христову друзья мои дорогие я хотел бы еще может быть несколько слов сказать почему именно апостол Павел писал это послание к каринфианам он открывает такую очень важную тему проблема была в том что эта каринфская церковь была очень проблематичной вы знаете время было проблематичное мы вот все одинаковые слава богу что мы все одинаковые правда вот панов у нас нет или есть да нет братья и сестры мы вот в социальном плане хотя знаете там брат поехал с Украины говорит ты знаешь уже в Украине е богатый е бедный я говорю ну це уже поган я еще е богатый е бедный когда мы все равные братья и сестры это хорошо я вам хочу сказать что Дух Святой его действие которое мы называем крещение Духом Святым он уравнивает нас всех смотрите что пишет апостол Павел ибо мы все одним Духом крестились в одно тело иудеи или елины рабы или свободные все напоения одним Духом проблема этого времени состояла в том что церковь устроялась из рабов и рабовладельцев и слуг и господ и разное социальное может быть разное в социальном таком отношении люди которые приходили к Богу уверовали и они должны быть как-то существовать в церкви и вы знаете там была проблема я не буду так много говорить об этом но может быть братья вам рассказывали о том когда вы даже совершаете вечеру Господнюю то апостол Павел делает им замечание как они ее совершают они пренебрегали друг другом друзья мои дорогие и поэтому вы знаете они как-то устраивали церковь вот апостол Павел говорит что как вы раньше были ведомы за стихиями мира этого вот не несите извините я утрирую не несите это в церковь не устраивайте так церковь церковь это совсем не то как вы ее устраиваете в церкви нет я Павлов я Аполосов я там еще чей-то или в церкви не должно быть что у меня вот такой дар сестра или брат а ты извини у тебя нет такого дара поэтому апостол Павлов говорит об устроении церкви что Дух Святой устраивает церковь и в отношении даров братья и сестры это отдельная тема но мы читаем что каждому дается проявление Духа на пользу на пользу и Дух Святой дает каждому как ему угодно не так как нам угодно или не так как нам хочется а как ему угодно братья и сестры вы знаете вот апостол Павел как-то ставит их перед фактом что Дух Святой через крещение через погружение Духом Святым в тело Христово мы приобщаемся к этому телу и вы знаете вот вот эти ну вот например я думаю вы помните послание к Филимону вы знаете вот суть этого послания вы знаете беглый раб он сбежал от Анисима да и встретился с Павлом там покаялся и начал служить и потом ну как его вернуть его же там накажут или еще там я уже не помню в историческом плане как это и апостол Павел пишет целое послание и он говорит что прими уже его это была проблема братья и сестры я еще раз говорю слава Богу что в социальном плане у нас нет проблем потому что мы все одинаковые я думаю что даже те которые может быть грамотные или неграмотные простите меня что я так говорю вы знаете Дух Святой это все нивелирует и он говорит знаете римляне они кичились что расовая их принадлежность и так далее а апостол Павел говорит вот что ибо все мы одним Духом крестились в одно тело иудеи или греки нет разницы нет разницы братья и сестры рабы ли свободны все напоены одним Духом все напоены одним Духом я не буду больше останавливаться вот чем в чем была еще проблема вот этой Коринфской церкви но апостол Павел говорит об очень важном принципе устройства церкви я думаю братья и сестры я знаю что многие из вас уже давно членами церкви но мне кажется вы где-то недавно праздновали год да устройство вашей церкви вот и вот именно друзья мои когда мы говорим о крещении Духом Святым то это тот момент когда Господь Духом Святым устраивал эту церковь и я хотел бы подчеркнуть еще может два момента вы знаете через крещение Духом Святым мы соединяемся или как бы вам сказать друг с другом то есть у нас появляются взаимоотношения какие эти взаимоотношения я вам сейчас мы может быть прочитаем несколько примеров но мы соединяемся через крещение Духом Святым не только друг с другом как членами тела Христова но самым Господом нашим Иисусом Христом вы знаете мы иногда говорим что или может быть читаем вот это место Слово Божие который говорит о том чтобы мы прибывали во христиан особенно когда мы читаем о виноградной лозе вы знаете такое благословенное место вот прибудьте во мне говорит вы знаете хочу вам сказать что вот эти все духовные процессы мы их переживаем благодаря Духу Святому который погружает нас приобщает присоединяет к церкви и мы начинаем понимать что Христос глава церкви и пользоваться теми благословениями которые имеет Христос братья и сестры и я может быть очень так скоро вам об этом скажу например братья друзья мои дорогие это послание апостола Палахи и Фессианам особенно первая глава мы считаем благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах вот вы знаете когда мы приобщаемся ко Христу друзья мои я еще раз говорю мы можем приобщаться через только наше познание но очень важно когда когда мы отдаем свое сердце в распоражение Духу Святому и Он это делает вы знаете мы можем быть прекрасной церковью как организация мы можем еще много делов делать мы можем вы знаете очень много мы можем делать вы знаете сегодня я думаю вы знакомы например с такими певцами как Мадонна она очень помогает бедным и она мне кажется восстановила несколько детей и вот эти артисты которые несколько раз уже знаете меняли мужей и так дальше или может вообще их не имели вы знаете они очень много занимаются благотворительностью но есть момент друзья мои когда это исходит от нашего возрожденного естества и когда это просто какой-то является душевной в меру нашего знаете нашей культуры нашего воспитания в меру нашей даже национальной принадлежности знаете каждая нация она имеет какие-то свои добрые такие и мы можем это нас также воспитывает и Америка нас воспитывает правда воспитывает братья и сестры я вот когда приехал думал останавливаться на стопе или нет с Украины только приехал и раз так думал еду ночью и думаю останавливаться или нет думаю наверное надо встать но переехал уже линию как я переехал линию встал где-то полицей приехал я говорю ты правильно сделал встал ну вот тебе тикет и с этой поры братья и сестры я вот ночью еду в 3 часа ночи останавливаюсь воспитывает нас Америка я еще хотел бы вам сказать в очень многих моментах воспитывает но братья и сестры то воспитание которое мы получаем от Духа Святого когда Он возрождает нас и когда Он приобщает нас к телу Христовому это есть благословение коротко братья и сестры вот что мы имеем во Христе вы знаете Дух Святой помогает нам пребывать во Христе это Его действие когда мы послушны Духу Святому когда мы выполняем вот эти условия если мы не грешим если мы расположены если мы хотим этого если мы желаем этого если мы хотим знаете пребывать во Христе то обязательно Бог нам поможет в этом и мы далее читаем в котором мы имеем искупление крови Его прощение грехов по богатству славы Его каково Он преизбитко даровал нам во всякой премудрости и разумении открыл нам тайну своей воли по своему благоволению в нем и мы саделались наследниками братья и сестры и вы знаете вот это то духовное действие Духа Святого которое действительно вот это наследство для нас не только вот через наш разум которое мы познаем но это то духовное действие которое действительно мы начинаем понимать что у нас есть наследство и мы отвязываемся может мы не так привязаны уже к этому наследию которое тут земном но мы начинаем понимать что есть небесное есть то благословение которое имеем в нашем Господе Иисусе Христе в нем и высадилось наследниками бывший предназначенный к тому по определению совершающего все по изволению воли своей в нем дабы послужить похвале славы его нам которые ранее уповали на Христа в нем и вы услышавши слово истинно благоество вашего спасения верующие в него запечатлены обитованным Святым Духом это еще одно действие благословенное действие братья и сестры апостол Павел в послании именно в этом послании говорит но о чем свидетельствует то что мы запечатлены обитованным Святым Духом братья и сестры вы знаете оно свидетельствует о нашем сыновстве о нашем усыновлении оно свидетельствует о том что мы уже у нас есть отец мы не сироты и мы есть его и он исполняет по отношению к нам как к сынам свои отцовские обязанности вот это действие Духа Святого мы называем мы запечатлены обитованным Святым Духом то есть в день нашего искупления мы начинаем это понимать только потому что Дух Святой совершает вот это действие которое мы называем запечатление ну это более широкая тема но я так коротко вам об этом скажу братья и сестры это то что мы имеем во Христе если вы будете читать в посланиях очень много об этом пишут знаете апостолан в первом послании говорит я хочу чтобы вы знали что каждый кто имеет Сына Божия имеет жизнь вечную если мы имеем Христа имеем ли мы Христа братья и сестры имеем ли мы Христа и он там говорит о тех может быть пять или шесть условиях которые свидетельствуют о том что мы действительно имеем Сына Божия имеем Христа что мы крещены Духом Святым в тело Христова и еще одно очень важный момент я хотел бы подчеркнуть это будет последний уже момент вы знаете очень многие люди задаются вопросом как быть как нам быть крещенными Духом Святым вы знаете вот в день Пятидесятницы когда апостол Петр проповедовал там тоже стоял этот вопрос они умилились сердцем те кто слушали и сказали что нам делать мужик братья вы помните вот этот ответ и нам надо так делать братья если вы хотите быть крещены Духом Святым в тело Христова это значит быть спасенным и вы знаете я хочу сказать что Дух Святой погружает в тело Христово только возрожденные души невозрожденные душ Бог не крестит Иисус Христос не крестит Духом Святым в тело Христово вы себе представьте как это может быть только возрожденных людей которые уверовали покаялись возродились и вот следующее действие которое совершает Дух Святой Он погружает нас в тело Христово возрожденных то есть не все кто записаны в церковной книге являются крещенными Духом Святым друзья мои и вы знаете сегодня бытует такое мнение вот у некоторых есть такое понятие что крещение Духом Святым должно быть обязательно со знамениями я хочу сказать вам что будет время когда мы будем стоять перед Богом и будем говорить ему ну может быть будут такие люди что вот именем твоим мы проповедовали чудеса творили и так дальше братья и сестры не всегда дары свидетельствуют о том что мы крещены Духом Святым но первое что я уже говорил хочу еще раз подчеркнуть что мы мы имеем Христа мы соединяемся со Христом вы знаете я вам хочу сказать что то что делает Дух Святой иногда мы даже не можем объяснить мы можем как-то квалифицировать и это есть благословение для нас мы начинаем понимать то благословение которое мы действительно имеем я хочу сказать вам братья и сестры вот может тоже утрируя вот этот вопрос вы знаете в моих взаимоотношениях я очень ценю взаимоотношения с Духом Святым хочу сказать что он очень нежный он очень смиренный мы можем легко его обидеть угасить или даже оскорбить здесь идет понятие что когда мы совершаем дела плоти тогда мы оскорбляем Дух Святой вот в таком плане может быть и вы знаете он не гневается на нас вот но работает над нами друзья мои чтобы мы поправили свои светильники это благословенное сотрудничество которое мы имеем с Духом Святым и это есть благословение для нас и последнее братья и сестры я хотел бы коснуться сегодня тех взаимоотношений которые рождаются в нашем сердце возрожденного человека и крещеного Духом Святым в тело Христова я хотел бы давайте мы прочитаем несколько стихов я не буду очень много делать анализ но читаем но Бог расположил члены каждой в составе тела как ему было угодно братья и сестры это очень важная истина и я также не буду много говорить об этом далее он говорит так апостол Павел напротив члены тела то есть в Каримской церкви была проблема в этом может быть она еще бывает иногда в наших церквях такое напротив члены тела которые кажутся слабейшими гораздо нужнее вот вы знаете вот в церкви вот так есть это такое не социальное а такое духовное вот тело или когда вот слабейшие братья и сестры они нужнее далее мы читаем и которые нам кажутся менее благородными в телах и тех прилагаем попечения это правда братья и сестры вы знаете так Бог устроил церковь мы должны носить чегари и как это будет бремена друг друга я извиняюсь знаете мы должны принимать веру немощного веры без споров о мнении так написано братья и сестры и так дальше я так же об этом не буду останавливаться и далее мы читаем неблаговидное ваше более благовидным покрывается а благообразное наше не имеет то нужды но Бог соразмерил тело внушив а менее совершенным более попечения и далее братья и сестры давайте мы сегодня вот особенно обратим наше внимание на эти слова для того чтобы может быть когда я кончу проповедь мы могли сами себе сказать вот крещеные мы духом святым тело Христово или нет вы знаете апостол Иоанн вот в первом послании там мне кажется второй раздел он говорит тоже об одном важном свидетельстве крещен ли я духом святым или нет он пишет так кто заповеди его соблюдает в том истина любовь Божия пребывает он имеет Христа братья и сестры это одно очень важное свидетельство оно не одно друзья мои дорогие но далее мы читаем но Бог со размером тела внушим менее совершенным более попечения дабы не было разделения в теле вот как было в Коринской Церкви знаете вот те которые богаче были они как-то отдельно вот даже вечеру совершали или может пренебрегали друг другом и вот было такое разделение вот даже в социальном плане и так дальше так не должно быть и поэтому Дух Святой действует в Церкви и как-то воспитывает нас возрождает дает нам вот эти чувства братья и сестры чтобы мы любили друг друга и уважали друг друга вот и все члены одинаково заботились друг о друге поэтому страдает ли один член страдают к ним все члены братья и сестры это ваша церковь это ваша церковь поэтому страдает ли один член страдают с ними все члены славится ли один член все члены с ним радуются вы знаете вот это свидетельство о том что мы крещены духом все тем в тело Христово когда мы можем страдать с теми кто страждет и когда мы можем радоваться с теми кто радуется далее мы читаем и вы тело Христово и опорос мы члены тела Христово последние братья и сестры я хочу вам что-то сказать где-то лет наверное 15 или может 13 назад вы знаете я узнал что у наших знакомых они находятся в госпитале и сын в меру физического воздействия он лежит при смерти они не были членами нашей церкви но когда я узнал я там еще один пастор мы пошли проведать их вы знаете я иногда по долгу служения мы бываем ваши пастора наверное вас проведывают когда вы болеете или в госпитале но я никогда не могу забыть то что я увидел вы знаете на койке по сути в этом госпитале лежал молодой человек ему где-то было лет 18 и он по сути был мертв как сказали доктора но на аппаратах он еще как-то жил и вы знаете вот доктора сказали матери что нужно отключать нет никакой надежды и она еще неделю целую она молилась она держала она сказала нет нет и нет и так и было вы знаете когда мы прошли вы знаете она с какой-то такой надеждой к нам обратилась вот что делать вы знаете то что меня поразило то та боль слезы в его глазах уже не было наверное она выплакала и все но та боль которая была в его глазах я не могу забыть по сегодня братья и сестры если мы крещены Духом Святым в тело Христова то если страдает один член то все с ним страдают и если радуются то все с ним радуются вы меня простите братья и сестры может быть это не не мое такое вы знаете вот мы приходим к вам иногда и слышим о том что у вас есть молодой человек который вот тоже лежит как бы без сознания да я так понял я его не знаю мне кажется его Даник Шарук да зовут я не знаю его родителей я его не знаю но друзья мои дорогие если мы сегодня крещены Духом Святым в тело Христова если нас болит если один страдает давайте мы будем чаще молиться об нем мы же крещены Духом Святым в тело Христово вы знаете это то практическое служение которое мы совершаем в наших церквях вы знаете у нас как бывает вот в газете говорят что где-то там кто-то расстрелял там 10-20 человек и вы знаете это это ужас но братья мы уже привыкли правда вот почти проходит пару месяцев и сообщение там где-то расстреляли там расстреляли но это чьи-то дети чьи-то судьбы чьи-то переживания но мы привыкаем друзья мои дорогие вы меня простите но то к чему я хочу вас сейчас пригласить это к молитве я знаю что вы наверное и пустили и молились по этому молодому человеку просили Бога но пока есть жизнь пока есть надежда пока в глазах ее матери и отца есть вот эта вера в Господа нашего Иисуса Христа давайте мы будем поддерживать их и молиться не так знаете что прошло как-то забылось может быть иногда мы вспомним об этом нет против давайте давайте мы будем молиться пока есть надежда это наше право это наша обязанность и это большое свидетельство что мы крещены приобщены к телу Христовому и вот эти чувства которые есть в теле Христовом они стали нашими Дух Святой работает над нашим сердцем чтобы мы могли носить времена друг другим благословлять друг друга и простите меня но давайте мы вот этот вечер сейчас встанем и давайте мы все помолимся ну сколько можно ну если вы не привыкли молиться церковной молитвой такой какой-то уже да скажите несколько слов скажите Господь благослови Даника Шарука услышь это мое желание желание моего сердца торкнись к нему помоги им дарой твоего утешения для родителей и благословения аминь аминь давайте помолимся молитва господи ти напевняешь наше сердце сьогодні благодатю твоей святої ти піклуйся про нас ти сьогодні господь думаешь про нас ти даруешь нам духовных сил ти даруешь нам пізнання ведення відкриття від тебе живого святого бога щоб ми могли поклонятись тобі служити тобі молитва наша господи сьогодні за церкву нашу господи благослови кожного зокрема кожного члена церкви благослови даруй щоб ми були хрещені духом святим в тіло твоє святе благослови служителів церкви благослови всі ланки служіння які звершаються в цій церкві господи даруй твоє святе благословіння будь милистовий до нас і збудуй нас сам в храм твій святий вкладуй нас як оте живе в каміння твою велику славну будову будову церкви твою святою сьогодні молитва наша за дітей наших господи за внуків наших молитва наша за всіх хто хворіє хто кличе до тебе хто надію на тебе покладає і сьогодні господь ми як церква схилились перед тобою і знов кличем до тебе господи прояви своє дивне милосердя не по наших заслугах а по твоїй великій любові і милості до нас прояви своє дивне милосердя до братика нашого Даніка господи торкнись його своєю доброю любячою рукою допоможи йому господь будь милостивий до нього надія наша віра наша на тебе живого святого Бога благослови також його батьків і благослови серця наші господи щоб ми завжди могли помагати один одному думати один за одного любити один одного і благословляти один одного Амінь Заключення собрання у нас є нужда котре поступила записка дорогі братья і сёстры Церковь Христова прошу помолитися за брата во Христе Сергія Пономарёва ему предстоїть завтра сложна операція щоб Господь його благословил руки врачей самого брата і також поддержав його семью в тяжелых испытаниях це просить сестра Нина будем молитися за Сергія Пономарёва також будем молитися за родственника Каливайка который також молодой человек отошел в вечность Владимирова зовут Сёмин будем молитися за то чтобы Господь благословил поддержал семью за тех которые будут отъезжать на этой неделе те семьи которые будут ехать в отпуск пусть Господь благословит хранит вас обильным своим благословением давайте мы в заключение помолимся пусть Господь будет прославлен отец отец небес мы благодарны тебе сегодня что ты преподал нам прекрасное слово слово от тебя которое напоминает нам о том что мы все должны быть ведомы твоим духом святым и что мы должны быть погружены через дух на нас и на наших детях благословит Сергея Пономарева ему предстоит операция мы как церковь присоединяемся к этой молитве чтобы ты благословил руки врачей семью эту сложную операцию веди своими пронзенными руками и руководи этим всем процессом задание Коширока за его восстановление то чтобы ты восстановил его чтобы ты поставил его на ноги чтобы он был прекрасным свидетельством твоей милости о которой мы сегодня слышали и благодати за Владимира Господи который отошел вечность за его семью прошу тебя чтобы ты особым образом прикоснулся к семье Семеновых и коснулся твоим духом твоей милостью твоей любовью просим тебя благослови всех тех которые будут отлетать отъезжать в отпуск на отдых благослови и храни их в путях и пусть во всем будет имя твое возвеличенное прославлено где они будут чтобы они поддержали Божий народ чтобы они участвовали в служении чтобы они могли поддержать руки ослабевшие и могли быть добрым свидетельством твоей милости и благодати храни нас всех в руках твоих святых Отец и Сын и Дух Святой Аминь Божьих вам благословений с миром Субтитры создавал DimaTorzok Божьих вам Субтитры создавал DimaTorzok